я приветствую всех кто заглянул на мой канал у меня появилась идея сделать из бутылок из под кваса или пива сделать вазу для этого я отрезала верхнюю часть у одной бутылки поменьше это будет в качестве подставки у другой бутылки я отрезала побольше это будет верхняя часть то есть это будет выглядеть вот так вот вот и теперь возник возник вопрос как же соединить эти две бутылки между собой чтобы они хорошо держались для этого я что придумала может уже кто-то так и делал но мне вот пришла в голову идея так проделываем на обоих крышках вот такие вот дырочки ножом просто вот так под ножом круговыми движениями я проделал дырочку то же самое я сделала и на этой крышке затем их отвинчиваем эти крышки и соединяем между собой для этого берем винт вот такой вот винтик с резьбой вот продеваем ее в эту дырку продеваем вторую вот сюда и соединяем их между собой винт закручиваем и закрепляем с этой стороны шестигранной такой этой как она называется вот закрутила я ее теперь надо закрепить отверткой чтобы она не болталась до упора вот мы закрепили она держится крепко теперь там где винт это будет верхняя часть на верхней части это закручиваем подставку нижней часть вот у нас получилась вот такая вот конструкция теперь из этой конструкции мы будем делать вазу мы будем ее декорировать вот это первый этап вырезаем закрепляем устанавливаем надо вырезать так чтобы она стояла устойчиво ровно вот пожалуйста от пивных наверное даже будет красивее потому что там такие идут узоры у пивных можно расширить эту вазу сделав надрезы на расстоянии делать надрезы и склеивать расширять ее с помощью скотча можно ее расширить то есть вот это вот верхнюю часть можно ее расширить можно сделать и умение глубокой вырезать вот так вот если кто не хочет расширять верхушку можно вырезать покороче и тогда она будет не такая высокая и может быть не будет надобности ее расширять есть такой вот вариант тоже теперь приступлю к следующему этапу продолжаем дальше нашу работу по вазе вот я думала как сделать так донышко чтобы она была устойчивая и вот что я придумала я взяла металлическую загадочную крышку просто я подрезала так чтобы она была приблизительно вот одинакового размера а потом все очень просто засовываем один конец и вот так вот подгоняем под крышку вот видите она очень хорошо села и очень хорошо стоит теперь можно вверх украсить вот такими вырезать кругляшками но тогда надо будет вазу обклеивать салфетками в круговую или газетой с клеем пва надо будет все ее обклеить потому что она будет царапаться я решила идти все таки другим путем сейчас покажу как я хочу чтобы моя поверхность была ровной и я не хочу ее резать и расширять поэтому я просто ее вот выровняю сейчас я прочертила черным карандашом чтобы было ровно вот сейчас я аккуратненько это вырежу и покажу дальше что я буду делать я вверх оплавлю утюгом чтобы у меня края не были острыми как они сейчас чтобы ее не обклеивать салфеткой я вырежу ровненько и приложу к утюгу и мои края будут закругленные это очень такая фишка хорошая которую можно использовать при работе с пластиковыми бутылками вот я вырезала как мне надо сейчас немножко подровняю чуть-чуть что мы делаем мы берем и прикладываем утюг вот я утюг нагрела вот теперь вот такими движениями в круговую я буду придавливать утюг и края будет оплавливаться вовнутрь видно или не видно вот они постепенно оплавляются сейчас я покажу как идет процесс вот смотрите они начали закругляться видите это уже не острые они уже вон как закругляются идут вовнутрь это если чуть-чуть подержать если вы хотите чтобы более было загнуто да вот гладко тогда держим подольше я подержу немножечко подольше так еще надо придавливаем хорошенечко и закругляем с этой стороны чтобы было равномерно на утюге заметьте ничего не остается все очень даже чистенько просто от тепла наша ваза она оплавляется и закругляется вовнутрь вот теперь обратите внимание вот теперь обратите внимание я водила утюгом по краю видите она от горячей температуры она загнулась вовнутрь видно или не видно вот она закругленная вот она закругленная теперь уже ничего руку царапать не будет и вот такой уже получился скажем так законченный вид вот просто прикладываем утюгом и нажимаем ее горячим утюгом столько сколько нам нужно все вот получился такой ровный красивый вид чтобы утяжелить вот здесь дно я тоже думала как же утяжелить будет она заваливаться но я не думаю что она будет заваливаться потому что стоит за счет металлической крышки она стоит хорошо ну можно утяжелить снять вот эту крышку положить туда пенопласт и залить цементом с песком потому что цемент и песок он тяжелый гипсом например полегче можно таким способом утяжелить но если устойчивость хорошие и верхние высокие то я думаю даже ни к чему утяжелять видите как утюгом можно сделать красивый хороший вид я бы хотела вкратце рассказать о проделанной работе вот я покрыла золотистым спреем со всех сторон изнутри и снаружи и смотрится уже из-за того что вот бутылка была вот такая вот она какая-то узорная кажется как будто яичный кракелюр но это просто я бутылку покрыла спреем золотистым в принципе можно оставить и так как кубок уже как бы готов да золотистый но я ведь на этом не на не остановлюсь перед покрытием спрея что я сделала я значит две крышки приклеила между собой клеем пистолетом чтобы они держались все-таки крепко и не крутились и подрезала лишнее ножом затем вот эту крышку я сняла и там ведь болтик торчал я ее тоже заклеила клеем пистолетом залила чтоб не крутилась вот затем вот мне осталось вот укрепить вот внутренняя часть видите там торчит винтик винтик болтик вот я думала как ее закрыть и решила все таки я что сделаю гипсом когда гипс затвердеет я покрою ее золотистым спреем или у меня есть золотистая это краска колер замажу кисточкой очень густую сделала вот такую вот колбаску из гипс сделала с водой вот она мягкая и я хочу ее теперь туда потихонечку опускать и карандашиком вот так вот утрамбовывать чтобы она закрыла во первых она болтик закроет она укрепит этот болтик вот видите еще надо сейчас еще добавим чтоб не прилипало я мочить буду в воде вот вот наверное даже еще раз возможно понадобится чуть-чуть хотя можно и оставить так чуть-чуть пожалуй еще маленькую добавлю и вот так вот карандашом я ее придавлю и когда она высохнет я ее тоже покрою как я уже говорила золотистой краской вот так мы укрепляем и заодно делаем красоту вот пожалуй достаточно сейчас придавлю пальцем для верности что точно хорошо она туда села вот все теперь я оставлю это высыхать когда высохнет покрашу вот получился аккуратненько и красиво видите уже смотрится да я все говорю ваза ваза она как-то похоже даже на кубок здесь можно хранить всякие безделушки например браслетики часы колечки бижутерию какую-то или можно даже телефон наверно класть не знаю если положить туда бархатную тряпочку то и телефон можно класть но мне кажется все что угодно и потом это же все таки будет такой красивый как бы аксессуар на какую-нибудь тумбочку ну вот посмотрю еще что дальше будет процессе чтобы получаться пока что вот на данный момент совсем из ничего буквально за час вот такая красота я продолжаю декорирование кубка я хотела сделать под романовское искусство да камушки вензелёвочки всякие да и думала думала и вспомнила про свою тесёмочку вот такую вот она тоже под золото и тоже напоминает вот из романовского искусства вот ромбики это конечно ко мне вот у меня то столько камней нет я решила использовать вот такую вот тесёмочку золотую я обклеила вот основание сейчас вот приклею еще вот сюда одну и у меня основание можно сказать готово останется украшать вверх вот сюда наверху я приклеил вот такой вот скотч который заказывала дочь мне в супермамках и приклеила он такой гладкий тоже как напоминает сам вот как это сам кубок и по цвету подходит как бы и затем я решила что я буду приклеивать вот так вот еще спускать как бы что же также с четырех сторон чтобы соответствовать узору вот потом хочется закрыть вот этого часть обычно в те времена в 17 18 веке они украшали именно вот те места которые держат руками они украшали камнями много украшений вот уделялась не только вот допустим вот верхней части да большое внимание уделялось именно вот серединке не столько основания сколько вот серединке поэтому я вот тоже закрою вот так же чтобы было все в одном стиле и буду здесь украшать возможно я буду приклеивать какие-то камушки затем я пока еще не знаю вот у меня только одна такая большая и три штуки вот такие вот маленькие да я посмотрю я еще не думала насчет дальнейших действий но пока что нужно приклеить и тесеночку и посмотреть как это будет выглядеть действовать обстоятельствам потому что получится в данный момент сейчас я беру кисточку и значит пользуюсь вот этим клеем универсальным я клею кисточкой чтобы было аккуратно потому что надо очень тонко наносить клей чтобы он не выходил за пределы вот эти съемочки иначе будет некрасиво работа требует конечно аккуратности точности поэтому я решила что я буду пользоваться кисточкой аккуратненько лишнего чтобы не было так наношу клей точно так же аккуратненько прикладываю и приклеиваю так чтоб лишний клей не выходил надо делать вот тут вот у основания у нашей здесь крышка мы его так аккуратненько туда просовываем вот это будет в то же самое время как бы укрепление же она не вылезет тесеночка она не будет слоиться кстати очень слоится тесеночка приходится отрезанные места надо вот обязательно каждый срез зажигалкой обрабатывать иначе она будет просто напросто слоится и махрится и это уже будет некрасиво вот приклеиваем тесеночку здесь я закрепила засунула под эту здесь я подогнала точно чтобы тоже было красиво возможно я здесь чем-то украшу а может и нет посмотрю по обстоятельствам вот так вот получается похоже на камушки держим конечно фиксируем чтоб клеилось сейчас я буду украшать вот эту часть вот так вот и буду украшать верхнюю часть все снимать не буду принцип понятия я закончила клеивать кубок получилось вот так теперь вот эти края хоть они и аккуратные но хочется как-то все равно пустить узор и я подумала есть у меня вот такая вот пластиковая ленточка я думаю ее нарезать на кусочки вот такие и украсить ими можно было бы конечно целиком украсить в круговую да скажем вот так вот может было бы и красиво но у меня не хватает ее поэтому поэтому я буду делать как будто через раз вот такой вот штука можно так же вот эти края придется как-то чем-то украшать да я не знаю надо как-то украшать да закрывать вот это вот место стыковки я посмотрю может быть я вот такие вот камушки докуплю все таки да и сделаю здесь вот камушки ну посмотрю еще да сейчас подумаю на этом пока все вот такая получилась красота ведь не нарисуешь и не приклеишь только камушек чтобы получилось вот так красиво все таки тесемочка вот в этом стиле когда покрыли уже краской блестящей золотой то остается только вот так украшать кубок если же делать например трафарет или приклеивать гипюр то нужно покрасить конечно грунтовку сделать черной краской акриловую краску черную тогда на нее конечно пристанет тоже все как бы и можно будет уже придавать как в 19 веке вот такие вот узоры и делать под металл как вариант приклеивать но это сумочка широкая на этом этапе пока все сейчас буду закрывать места стыков я закончила украшать кубок я бы назвала больше это кубком чем вазой вот сейчас расскажу про дело на работе пластиковая лента которая у меня была я нарезала ее на такие кубики и закрыла вот место стыковки значит приклеив вот так вот квадратики здесь я сделала ромбом и закрыла места стыковки и вот таким вот краской колером я губкой немножко при этот припудрила скажем так чтоб он не выделялся и не был слишком ярким таким серебристым затем точечным акриловым значит контуром я сделала вот здесь вот наверху точечки прошлась вот наверху затем вот внизу вот сделала точки вот здесь вот где соединялись у нас две пробки я закрыла лентой вот внизу точно сделала приклеила через раз вот значит здесь сразу здесь ромбиком сделала пластиковую эту здесь тоже вот страза ну таким вот образом я украсила нашу чаши чаши ее не назовешь тоже потому что чаши восемнадцатом веке они были такие приземистые без подставок это либо кубок либо ваза либо бокал на вазу тоже не подходят в те времена другого размера были вот походит на бокал но бокал немножко у них удлиненная была вот этого часть поэтому это больше похоже на кубок я хотела сделать в романовском стиле у царя романова был такой кубок наподобие конечно он был сделан с настоящими камнями красивыми разные виды камней были очень шикарный кубок это уже сделано из пластиковой короб из пластиковой банки из под кваса вот и вот такую красоту можно сделать буквально за два часа то есть усилий абсолютно никаких а выглядит очень красиво я считаю если бы еще сделать вместо пластиковых вот этих вот да сделать камушки вот такие вот хотя бы поменьше пустить да было бы вообще шикарно если пустить по вот по этим ленточкам камни было бы очень красиво конечно можно еще по идее вот всю вот эту работу покрыть черной краской затем ее осветлять и уже вот эти вот все выпуклости вот они потом приобретут вот золотистым цветом сверху сделать тоже будет очень шикарно но так как ленточка тесемочка у меня красивая мне почему-то не хочется ее закрашивать и потом озолачивать в общем я хочу оставить ее такой какая она есть вот так что рекомендую творите ничего сложного в этом нету работы на два часа работа была интересной творческой если бы еще было побольше страз и камушек полета для фантазии конечно было бы гораздо больше кому понравилась моя работа подписывайтесь на мой канал ставьте лайк будет еще очень много интересного всем всего самого хорошего всем пока пока и и и и и и и Продолжение следует...